Когда создавали партию Ордо, в Кыргызстане уже было более 200 политических партий. Таким образом, обществам легче манипулировать по принципу «разделяй и властвуй», считает Мирбек Мияров, учредитель и председатель партии Ордо. Новая партия должна сплотить разрозненное общество и выступить центром объединения для прогрессивных сил. Это стало основной причиной при выборе названия партии. 17 апреля 2019 года партия Ордо пришла в свою регистрацию. Совпала сегодняшняя дата тоже, 17 августа 2020 года. Мы сегодня собрали внеочерной свой третий съезд. Сегодня мы хорошо провели это мероприятие, утвердили своих кандидатов, утвердили свою программу и будем ждать регистрацию ЦИК для принятия участия на выборах. В партии нет скомпрометировавших себя людей. За этим тут следят строго. По словам Мирбека Миярова, предложений объединиться от старых политиков поступило немало, но они получили отказ, потому что партия Ордо собирается писать свою историю с чистого листа. Не продавайтесь за деньги, не забывайте о будущем детей и внуков. Завтра наши дети станут мигрантами. Надо об этом думать. Поэтому я за Ордо. К политической партии Ордо недавно присоединилась молодежная партия Кыргызстана. Ее лидер Рустам Юсупов сделал этот выбор в пользу Ордо не случайно. Много точек соприкосновения. Совпадают и принципы партии. Это люстрация и борьба с коррупцией. За 29 лет наши границы не определены. В Баткене баткенцы подставляют свою грудь, охраняя границу. В списке политической партии Ордо значится и Исаию Меркулов. По просьбе сопартийцев он исполнил свой известный хит.